Наследно это, нас варик готов надеяться, любить, смеяться, плачуть, но при всем при этом должны научиться говорить. Здравствуйте, уважаемые члены жюри, здравствуйте, уважаемые коллеги, рада приветствовать сегодня вас на вашем мастер-классе. Меня зовут Манана Берегина Ракитовна, я педагог дополнительного образования Дома Творчества и Удаши о применении говорим правильно. На наших занятиях мы занимаемся постановкой звука, автоматизацией, дефиренциацией звуков, а также развитием общей моторики, мелкой моторики, понимания, мышления, памяти. Работаем также над общим развитием речи. Тема данного мастер-класса «Кинезиотология, кинезиотерония, как эффективная форма организации обучения и воспитания детей на занятиях по развитию речи в системе дополнительного образования». Целью данного класса – познакомить слушателей с некоторыми элементами кинезиотерапии на занятиях по развитию речи. Я выделила для себя следующие задачи для выполнения данного мастер-класса. Это дать возможность слушателю мастер-класса заимствовать элементы педагогического опыта, созданию условий для профессионального общения, самореализации и стимулирования роста творческого потенциала слушателей и внедрения эффективной технологии обучения и воспитания. Все ребята, которые занимаются у меня на занятиях, имеют нарушение речи. От полного отсутствия речи до незначительного нарушения звукопроизношения. Имея не только педагогический опыт, но и медицинское образование и многолетний медицинский стаж в области педиатрии, я могу с уверенностью сказать, что большой процесс нарушения звукопроизношения имеют неврологический характер. Лечевые звуки у нас рождаются не на языке, а в головном мозге. И для того, чтобы запустить речь ребенка и сигналы поступили из головного мозга в конструкционный аппарат, нужно активировать головной мозг. Для этого я использую на занятиях функционные методы и приемы, с которыми я сегодня с вами хочу поделиться. Данные методы можно использовать абсолютно на всех занятиях, по всем дисциплинам, на дискуссионных минутах, на переменах, на внеплазных мероприятиях. А также их можно использовать при работе со взрослыми и пожилыми людьми для предупреждения нарушения, возрастных нарушений головного мозга. И, я вам сказала, даже не можно, а можно эти методы использовать при работе с детьми с технологическим возрастом. Методы фенитинологической терапии улучшают ребенка не только познавательную сферу, но и повышают способность к самокатуре и самокатуре, к самокатуре, к самокатуре. Если нет согласованности между повышениями, то человек не может одновременно слушать, писать и видеть написанное. Чтобы научиться произносить звуки, нам необходимо крепкий язычок, губки, щечки, мягкое небо. Для этого мы используем артикуляционную гимнастику с биоэнергопластикой. Я сейчас предлагаю приготовить наши ручки и повторяю. Что такое артикуляционная гимнастика? Артикуляционная гимнастика – это упражнение для язычка, а биоэнергопластика – это у нас движения рук, дублирующие артикуляционную гимнастику. Итак, приступим. Раз – окошко мы открыли. Два – мы тюлочку купили. Три – улыбки в губке наши. На четыре – чистим зубки. Пять – мы красим потолок. Язычком не забываем. Шесть – на шахтер. Сок, да, сок. Щелка. Нужно щелкнуть пальчиками. Если кто не умеет, просто пальчиками. Щелкаем так. И щелкаем язычком. Семь – варенье любим очень. Восемь – в корпус строить будем. Язычок зацепляем за нижние зубки. И ручками. Подыраем. Закрываем. Нет, нет, нет. За нижние зубки. Не за губку, а за нижние зубки. Ротик открыт. Девять – дружно потолкаем. Десять – ротик закрываем. Молодцы. Умные, умнички. Почти что у всех получилось, да? Очень часто при приведении артикуляционной гимнастики на занятиях мы используем метод Трис технологии. То есть это, ребятки придумывают сказку, а главным героем в нашей сказке является язычок. Мы придумываем ему имя и различные сюжеты. В сказке у нас никогда не повторяется. Помимо артикуляционной гимнастики, для развития речи нам необходимо правильное дыхание. Дыхание в упражнение развивает самоконтроль и произвольность, улучшая ритмику от организма. Предлагаю вам взять, у нас есть такой тренажер. Ну, можно изготовить самостоятельно. Наша задача, называем их упражнением гирлянд. На этом тренажере, видите, элементы, две элементы на разной длине расположены. Наша задача – думать на каждый элемент так, чтобы соседние не двигались. Устанавливаем гирлянду так, чтобы средняя была на уровне губ. 20 сантиметров от губ, да? Дуем так, чтобы соседние не двигались. Гирлянду, тренажер, поднимать, опускать нельзя. Двигаются только губки. Начинаем с серединки. Для этого вздыхаем глубоко и медленно дуем. Сюда дуем. Слишком быстро, слишком сильно дуем, а короче. Оля, простите, пожалуйста. Ха, как, где-то. Сюда дуем. Вот, молодец. Практически получается. Теперь тоже самое на левую деталь. Дренажер не поднимает, а работают только губки. Теперь на правую. Тоже дренажер не поднимает, а губки опускаем. У кого как, да у кого надо поднять, губки у кого опустить. Ой, запутались. Кусочек. Его не комкают ни в коем случае. Кладем его на носик, голову не поднимаем. Чуть-чуть надо побольше. Чуть-чуть побольше надо. Не комкаем, на носик. Смотрите на меня внимательно с тобой. Язычок нужно высунуть. Сделать чашечкой и подуть на ватку. Не губами, а именно язычком. Смотрите. Я предлагаю лично, что вы тоже поможете, если хотите. Не губами, а язычком. Кто это язычком у нас? Ну как-то не знаю. Слишком большую ватку взять чуть-чуть, надо чуть-чуть. Да. Классно. Ну я нашел. Ну ты. Мой! Ну типа бабок не останется. Следующее упражнение у нас аналогичное первому. Называется бабочка. Нужно положить ватку на ладошку. Ладошка на уровне губ. Оно как бы смежно с упражнением гирлянды и фокусом. Бабочка у нас нежная, сильный ветерок, она болится. Нам надо дунуть так, чтобы бабочка чуть-чуть только пошевелилась. Ну куда не улетела. Технология так же, да? Только тихонечко дует. Оп. Видели, да? У меня она просто перевернулась. Куда не улетела? Вот. Быстро. Сдунулась. Сейчас я предлагаю перейти к следующему разделу нашего мастер-класса. Упражнение для развития общей мелкой моторики стимулирует плечевые зоны головного мозга. Данное упражнение улучшает чувствительность левой и правой стороны тела. Упражнение для развития межполушарного взаимодействия способствует улучшению запоминаний, повышает устойчивость внимания, учащая чувствительную деятельность. Для этого я хотела предложить встать. Кто хочет, можете встать. Кому сложно, можете, пожалуйста, встать. Так у нас тут не надо, да? Сейчас, тут не надо сказать. Опа. А, тут висели. Вот. Гресс-напресс, да? Поменяли очки. Ещё раз. Угу. Угу. Веселый карандаш. У нас есть карандаш, да? Пальчиковая династика. Я отхожу от стандартных пальчиковых упражнений. Когда мы писали, что наши пальчики устали, это уже как-то все знают. Это вы выделили апельсин. Много нам, а он одет, да? Как бы это тоже уже все, все стишки знают. Может, нужно взять карандаш и перебирать указательным и большим пальчиком сверху вниз и снизу вверх. Очень хорошо стимулирует мелкую моторику, тем самым стимулирует у нас речевые зоны головного мозга. Угловного мозга таря. Средний и указательный. Средний и большой. Средний и большой. Средний и большой, простите, пожалуйста. Да, очень. Безымянный и большой. Безымянный и большой. И визинчик, да, соответственно. Теперь еще давайте попробуем упражнение кулачок, ребро, ладошек. С ребятами мы начинаем по принципу от легкого к сложному. Сперва одной рукой кулачок, ребро, ладошка, плаком кулачок. Стосовый, второй, нужно кулачок, ребро, ладошка, плаком кулачок. Но с вами, ну, сразу начнем с двух рук, да? Кулачок, ребро, ладошка, плаком. Кулачок, ребро, ладошка, плаком 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 кулачок. А, если прибавить еще автоматизацию звуков, что мы делаем на зарете, когда проходим автоматизацию звуков, да? Добавляем те звуки, над которыми мы работаем. Данное упражнение могут использовать педагоги начального звена, когда они проходят буквы, да? чтобы автоматизировать звуки данных губ. Давайте возьмем самый рябок МУУУ, простой звук М. Чередуем их слоговая последовательность МАМОМУМЫ. Кулачок также, кулачок, ребро, ладоши, кулачок. МАМОМУМЫ, МАМОМУМЫ, МАМОМУМЫ. А теперь можно чередовать М и П. МА-ПА, МЫ-ПЫ. МА-ПА, МЫ-ПЫ. МА-ПА, МЫ-ПЫ. Молодцы! Ручки приготовили, да? Давайте попробуем нарисовать геометрические фигуры. Мы с ребятами начинаем с кругов или с овалов. обеими руками. Теперь одна рука в одну сторону, в другую руку. Сложно, да? А теперь попробуем усложнить задачу одной рукой. Сами выбирайте руковой ведущая рука. Одной рукой в другую руку, а другой рукой в квадрат. Сложно, да, у всех практически получились круги. У вас треугольник получается, вы треугольники рисуете одновременно. В своем работе я также использую нейротренировку. Нейротренировка – это уникальный метод, связывающий мозговую и моторную активность. Нейромоторное управление включает двуучное рисование. Мы, главное, переходим к рисованию на бумаге. Нейропрописи включают, а также нейрокренажеры. Упражнение развивает межполушарное взаимодействие с длинно-моторной координацией, графомоторное набор и умение ориентироваться в плоскости. Смотрите, у вас из каждого есть такие подписи. С мышкой – это для самых маленьких, для малышей. Обратите внимание, что здесь идут в одном направлении, да, мышцы идут в левую и правую руку идут в одном направлении. Это самый легкий вариант, легкий вариант. А второй вариант – он более сложный. Можно из середины обеими руками идти в разные стороны. Есть еще более сложный вариант, где у нас рисунок, какой-нибудь рисунок, да, и надо обвести, также, раздерживая зеленую пополам, надо обвести двумя руками. Я этот вариант не стала, да. Выберите для себя, кому какой легче. Спасибо. — Здорово, я на полуфизические получаются. — Да, да. — Это даже как, как, когда я работал, Продолжение следует... 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 Делаем вот с такими мячиками, когда только начинаем эти упражнения делать, потом мы переходим к песку. Почему? Потому что у нас песок более хрупкий. Если его сильно сжать, как это можно с мячиком, песок рассыпется. Поэтому детишкам легче начинать с мячика, а потом уже переходить на песок. Очень жаль, что мы с вами позанимались всего лишь 30 минут. Хотелось показать вам гораздо больше упражнений, гораздо больше методов. Но, к сожалению, наше занятие подходит к концу, охарактеризовать наше занятие, чтобы на этом занятии узнали, приобрели новое. Получили тактильное удовольствие и новый метод для работы с детьми. То есть это и скульпт-минута, только либо, как и детьми. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо большое, уважаемые слушатели. За мастер-классы. Сборческий план. Спасибо. Вам спасибо большое.